Разговаривать, выход на себя перед тем, как в эфир выходить, в зеркало посмотрите, как вот обкуренное, как говорят после глубокого будуна, разговаривать даже не с кем. Вот только одно, блуд сидят, анонизмом занимается, да разве человек для этого создан. Мы пришли, чтобы рассказать, что ждет людей за это, и о великой любви Божией, что Христос был распят и воскрес в третий день, и зовет всех к покаянию, чтобы люди жили по заповедям Божьим. Не ругайся, сейчас полезет из тебя это. А как несет моральный комплекс? У тебя возникал иногда вопрос такой, хоть маловажный, для чего человек создан, для чего он родился на свет? Да, я знаю почему. Зачем? Какая цель? Чтобы вытворить. Чтобы вытворять, да? Так, слушай. Так вот, слушай внимательно. Человек сотворен для того, чтобы найти Бога, и в вечности, и после смерти быть с Богом. Много нет. 50% голые мужики, и процентов 90% мусульмане. Самое блудливое все здесь собралось. Сквернословят, безумствуют, пьют, анонизмом занимаются, еще непонятно-то. И мы пришли, чтобы людям рассказать, что ждет людей за подобные жизни. О самой великой радости, что Иисус пришел на землю, Рождество его справили. Распят был за грехи людей, и воскрес в третий день. И сегодня зовет на покаяние, чтобы получили рождение свыше. Только без руганий, чтобы. Что, ну, я в твоем религии полностью с тобой согласен. Уже ты взрослый человек, наверное, ты знаешь, я с тобой согласен. Молодец, умничка. Дай Бог тебе всего самого лучшего, и с праздником вас. Знаете что? Великие умы говорили, революцию делать Бог не нужен. Но чтобы дальше жить, строить, без Бога не обойтись. И вот эта игра без Бога обошлась в 100 миллионов голов. Как Достоевский предсказал. Дядь, ну, дядь, ну, предсказал. Ну, дядь, ну, что, что это? Ас-салам алейкум. Салам алейкум. Мы пришли в это место, в рулетку, долину Содома и Гаморры, чтобы рассказать, что есть Бог, и есть Его святые заповеди. И самая великая радость, что Иисус, распятый, в третий день воскрес и зовет всех покаянием. Для вас так, для вас так, да. Так, вы говорите мусульманин, вы, да? Я, да, мусульманин. У вас такая книга есть? Есть. Вы ее считаете? Только она не такая маленькая, да. Вы ее считаете? Кто ее перевел? Крачковский. Крачковский, нет. Это есть достоверие, есть недостоверие. Есть. Это многое что там. Это самый лучший арабист. Ну, так. Я, притом, достал не где-то, а, допустим, в посольстве Йемена. Как это нет? Я просто обращаюсь с этой книгой к вам. Допустим, вы ее знаете. Пятая сура. Ну, я ее, подождите немного. У меня вера не так, то есть у меня не так уж сильно, чтобы с кем-то что-то соревноваться, с папой. Это не мой уровень, чтобы, я не знаю, вы, наверное, там поп, да? Мы православные христиане. Ну, вот, для этого есть другие, наши старшие. Ну, ладно. Которые вам отвечают, вот вашим попам отвечают. Для этого есть множество ученых хороших. На вашем уровне, да, Коран? Вы знаете, что Коран разбитый на суры и аяты? Так. Пятая сура. Пятая. Сорок седьмой и шестьдесят шестой аяты. А они говорят, что мы, христиане, люди Писания. Называет нас, люди Писания. Да, это потому что, это потому что вы, этот, свою Библию переписали. Нет. То, что свыше было, вы его переписали, да? Кто переписал ее? Это все прекрасно знают. Вот. Так, люди Писания, в то время Писания другого не было, была только Библия. Нет, Библия это не Писание. Настоящая Библия это не Писание. Это сверху пришло. То есть, поняли, да, сами? Вы в это верите, что говорите? Вы в самом деле такой? В смысле, на самом деле? А вы верите, что человек может быть сыном Богом? Как он может быть Богом, человек, если он умирает? Расскажите, пожалуйста, человек не может умереть? Не может. Значит, я вашу книгу... Я не говорю, что Иса Апи Амбер, он никто, то есть, такого не существует. Мы сами в него верим. Вообще-то мы, мусульмане, больше христиане, чем вы сами. Вы в это, как бы, мы больше в это верим, чем вы это сами верите. Понимаете? Не понимаю. Я думаю так, что если человеку Бог откроет, никто не закроет. Чего Бог откроет? Истину, истину. Это пророк. 14 глава, 6 стих, Евангелие от Иоанна. Инжил у вас называется. Иисус говорит... Инжир, это... Инжир, это... Инжир, это... Ваша книга, которую вы сами написали. Сами написали. Нет, до нас написали святые божьи человеки. Вы же сами же прекрасно знаете, то, что там это... Человеки сами ее исписали. Ну, давайте честно. Там какие-то слова поменяли. А какие? Иисус же... А Иисус же не говорит в своей книге то, что Он Бог. А Он так и говорит. А Он так и не говорит. Да, апокалипсис, 1 глава, 17 стих. Как не говорит-то? Вы что? Вы Библию не считали, Коран не знаете. И начинаете доказывать. Как не знаете? Я знаю с вами. Вы... Это вы заблудшие. Вы не знаете. Вы просто поп. То есть, хотите теперь со мной разговаривать. То есть, у вас это... Ваша профессия, понимаете? Вы с этим выросли, как бы, да? Да не так. А для этого, чтобы вам ответ дать, чтобы вы сами поняли... Заметьте. Заметьте. По порядку. По порядку. По порядку. По порядку. Вы когда говорите, вам кто эти слова вложил? Я никогда не был священником ни одного дня. И ты солгал уже. Солгал. В смысле? А вы же сказали, что вы православные. Вы же показали хрест. Я подумал, что вы поп. Я у вас спросил. Нет. А вот у нас... У меня вышли 38 томов книг. И когда я их по библиотекам разводил... Подождите тогда. Подождите. Я не... Предложения ни одного не могу сказать. Я не собрал. Я подумал, что... Ладно. Я ни одного предложения не могу сказать. Вы перебиваете и говорите. А я ничего не знаю. Научись слушать. Будешь знать. Ладно. Мы были в Баку, когда ездили в миссионерская поездка. И ночевали в доме с мулой. У мулы. Это священник, как по-нашему. А потом ходили в мещеть. А потом ходили в мещеть к мусульманам и молились. А потом пошли в православный храм. Город Баку. И Азербайджан. Так. Ну там. Понятно. Понятно. Люди говорят, что у нас общего? Общая у нас земля. Мы от Адама и Евы. И вы мы от Адама и Евы. Мы... По Адаму мы все братья. Да. Бог един. Бог один. Единственный. Но Он в троице. В трех лицах. Мы все верим в единственного Бога. Для нас всех Бог един. Вот это самое главное. Ну ладно. Раз трудно разговаривать, тогда до свидания пока. С Богом. Мы сюда пришли, чтобы людям рассказать о смысле жизни, о Боге в этом Содоме и Гоморре. Что самая радостная вещь. Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Другой путь. И кто не будет жить по урожим заповедям, он будет сатаной в огне вечном. Что Иисус умер за грехи людей и воскрес в третий день. Вот сейчас 2020 год пошел от Рождества Христова. Рассказать людям о Боге, о вечности. Вот мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас Алтайский край. Ну все на этом. Великую радость людям. Вы батюшка? Для проповеди, да. Для проповеди, да. А с логовым лет? В 81-й год. Вы не меня допрашивайте, а узнаете, чем мы можем быть полезны друг для друга. А как вы начали пользоваться программой Четрулетка? Нам просто интересно узнать все это. Вы по одному говорите, вы слушаете, когда дают ответ. Извините, пожалуйста, как вы научились пользоваться программой Четрулетка? Кто сотворил ее или как? Кто сотворил ее или как? Ну, именно как вы начали пользоваться? Я нахожусь здесь пятый месяц. Пятый месяц. И мы уже нашли примерно 650 человек, которые соображать начинают. И мы даем ресурсы. У меня большие ресурсы. Канал есть, YouTube называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У меня там 19 тысяч роликов наших. 19 тысяч. Общий просмотр 45 миллионов. А откуда вы сами? Неоткуда. Из кухни пришел. Там завтракал. Не, ну, город. Город какой. Вы вопрос правильно задаете. Неоткуда. Где я нахожусь? Еще вы. Откуда это пункт А в пункт Б? Извините, нас позвало. Пожалуйста. А с какого города? Я нахожусь в городе Барнаула, тайского края. Лапкин Игнатий Тихонович. Лапкин Игнатий Тихонович. Ладно, извиня. А вы типа в Библии исповедуете? Мы православные христиане. Мы православные христиане. Мы строим... И много у вас таких? Мы тоже. Мы строим православную деревню. Мы строим православную деревню. Нельзя пить, курить, материться и воровать. А много у вас таких сидит здесь в четвергах? Мы христиане, а вот много таких, которые не верят в Бога. У вас, я не пойму, микрофон где-то... У вас, я не пойму, микрофон где-то... У нас связь плохая. Какое-то... Мы говорим, что мы вдвоем... Мы христиане, мы верим в Бога. А много таких, которые не верят в Бога. Вы знаете что? Вы запомните два слова. Вы запомните два слова. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Это я. Это вы. И вы по скайпу зайдите. По скайпу. Я вам скину все наши ресурсы. По скайпу. Игнатий Лапкин. Извините, пожалуйста, а много у вас таких, кто сидит так же в чат-рулетке и исповедует Библию? Ну, мы как раз ведем занятия три раза в неделю. Можете бесплатно присутствовать. Просто очень приятно, что мы на вас сейчас попали. Вы не потеряйте сейчас меня. Услышите, Лапкин и Игнатий. Вы по скайпу зайдите. Запишите. Я посмотрю, правильно ли вы... Напечатайте, Игнатий Лапкин, я посмотрю. Мы уже записали. А где это найти? Где вас найти? Ютубе, да? Скайп, скайп. А, скайп. Так там много таких. Один я только, Игнатий Лапкин. Один. Во всем интернете я один. Мы вас поняли. Теперь... Мы с вами можем поговорить, да? Да, и тогда поговорим. Вы вопросы подготовите. Если вы зайдете... Вы сейчас зайдите на наш Ютуб. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Хорошо. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Вас также. Вас как звать-то? С Рождеством вам с прошествием. Как? Спаси Христос. Звать-то как вас? С Рождеством. Меня зовут Сергей... Так, подожди. Вадим и Сергей зовут. Сергей означает там «почтенный». Возвышенный такой. А вас как? А Вадим. А Вадим. Я Сергей, а он Вадим. Так, подожди минутку. Подожди минутку. Я, может быть, сейчас покажу календарь. Что означает Вадим? Подожди, подожди. Подожди. А, Б, Б. Вадим. Так, подожди минутку. Подожди минутку. Валентин, Вадим. Вадим. Означает солнце. Солнце. Да, Вадим. Это слово... Так, минуточку. Чтобы не было. Вадим. Персидское. Персидское. Персидское слово. Персидское. Так, подожди минутку. Минутку. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Это Кирилл. Я тут... Интересно. Оно перевода не даёт. Я не могу ответить. Я не могу ответить. Нет перевода. Я всегда отвечаю. Это Кирилл Солнце. На моем имя есть, да, у вас? Да. Меня Сергей зовут, если что. Ну, я Сергею вам уже сказал, а вы только запишите его, потому что это имя частенько встречается. Так, минутку. Подождите. Сергей. Оно по-славянски звучит не Сергей, а Сергий. Так, минуточку. Сергий. Это тоже, это слово латинское. Так, а все же оно тут не разное. Это, понимаете, это как бы высокий, почтенный. Высокий, почтенный. Есть святой такой, Сергей Радожевский. Да, так так и Сергеев много. Ну, Радожевский другой. Ну, все, ребята, с Богом. Вас тоже. Вас так же. Удачи вам. Спасибо, Христос. Удачи вам с рождеством, процессом. И вас так же. Спасибо, kids. Thank you. Спасибо.